Всем привет! С вами Вольфрам. Сегодня я приготовлю яичницу. Кто-то скажет, наверное, а что ж ты про яичницу снимаешь? Тебе что, снимать нечего? Что такое простое блюдо решил тут приготовить? Я скажу, что яичницу я хотел приготовить уже лет пять назад, наверное. Постоянно думаю об этом, чтобы снять это видео, как я готовлю яичницу. У меня помидоры, я их нарезал. Вот маленькие помидорки. В каком-нибудь регионе, наверное, их безоговорочно называют томатами. Так же, наверное, как вот клубнику в некоторых регионах называют викторией. Ну, я называю их помидорами. Помидоры как-то вот звучит. Томаты, что-то не то. Томаты. И вот лук порезал мелкой крошкой такой. Одна луковица. Яйца надо использовать в самой высшей категории, наверное. Я всегда стараюсь использовать яйца какие-нибудь самые лучшие для яичницы. Вот почему-то не продаются у нас кошерные яйца. Вот если бы продавались, наверное, кошерные яйца в обычных сетевых магазинах, я, наверное, кошерные бы покупал. А почему? Потому что в обычных вот этих яйцах, пусть они и высшей категории, попадается всякая фигня. Какие-нибудь кровавые сгустки, какие-то вообще вот разбивающие яйцо. И смотришь, как будто оно не первой свежести. Хотя дата вроде производства нормальная, свежая, но яйца какие-то хрен пойми какие. Технологии шагнули уже давно вперед. Всякие там землю просвечивают чуть ли не на 2 километра локаторами. Но яйца никак не могут просветить, чтобы там всякая фигня в них не попадалась. Постоянно до чего-нибудь попадется. Шесть штук возьмем. Хватит. Здесь чуть-чуть наладим. Так. Здесь чуть-чуть может. Чуть-чуть может. Чуть-чуть. Чуть. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 очень вкусно получается можно было еще чуть-чуть подольше под зажарить с вами был Вальфрам подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки комментируйте готовьте яичницу по моему рецепту и дальше будет интересней